Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, и сегодня я хочу вас погрузить в такой необычный, я надеюсь, будет очень интересный выпуск, и показать вам, как встречает Сочи, а именно Адлер, своих туристов, которые приезжают на поезде, и также, как он их провожает. Наша задача сегодня посмотреть, что находится в округе ЖД вокзала, посмотреть какие-то муниципальные пляжи. Я читал про них, и, знаете, есть разные мнения, поэтому мы сегодня с вами посмотрим, и заодно заглянем, как готовятся там к сезону, возможно, что-то улучшается, а, возможно, вообще ничего не улучшается. Я предлагаю начинать, но перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, жмякните лайка и напишите в комментарии ваше мнение, как вам Адлерский вокзал и его окрестность. Давайте начинать. Итак, друзья, мы с часами находимся возле вокзала. Впереди вот вы как раз можете его увидеть. По правую руку у нас проходит трасса Джугба-Сочи. Техническая зона, по газонам не ходить. Здесь выложено все так грусчаткой для людей, которые, наверное, приезжают на машинах и могут пройтись. Также здесь сразу сходу есть прокаты. То есть здесь кто-то запарковал, значит, здесь оборудованная парковка для как раз для велошеринга и самокатного шеринга. Сразу можно заметить, что здесь есть отель ФИГ какой-то. Я не знаю, кто отдыхал тут, останавливался, может быть, в промежутках. То, конечно, напишите комментарии, как вам там. Значит, смотрите, здесь тоже есть такая парковка. Сейчас я не скажу, она платная или не платная, потому что я машину свою припарковал вот тут вдоль. Надеюсь, ее не эвакуируют, пока мы с вами ходим, снимаем данный выпуск. Такие выцвешшие уже стоят указатели. Адлер вокзал есть по-английски. Адлер стейшн. Так, а наша задача с вами сейчас перейти и отправиться в ту сторону, в сторону пляжей. Вот она территория. Машины, получается, сюда заезжают, там где-то разворачиваются и едут на выезд. Ну, а мы с вами сейчас пройдем пешком и посмотрим, что тут есть. Ну, понятное дело, что здесь гостевые дома. Вот он сразу сходу желтый. И, как всегда, ребята, я прошу, пишите в комментариях. Если вы видите какой-то отель, пишите, как там отдых, какой там сервис, как там номера. Потому что вы сразу в комментариях делитесь своим опытом. И это очень ценно и очень важно для каждого, кто смотрит наши видеоролики. Судя по табличкам, которые висят, продаю-продаю, скорее всего, это не гостевой дом, просто какой-то квартирный дом. Так, ну интересно, панорамное остекление всегда приветствуется, но вид, конечно, ну так себе, да? Есть кафе, столовая. Достаточно нормально все здесь сделано, уютненько. Парковка, видимо, для своих. Хотя сюда тоже можно было бы заехать. А вот я почему-то не заехал, надо было прямо сюда поставить. Не, ну знаков нет, значит, нас не эвакуируют. Так, здесь, здесь еще какая-то территория. А, гостиница, отель, каиса какая-то. Вроде я правильно прочитал. И вот еще один дом. И на каждом балконе сдаю-сдаю и продам. Видимо, сильно хотят продать, что неактуально может быть, видите? Да, но вообще первая, прям первая линия. Я такие называю один плюс. То есть воздо моря буквально 5 метров. Так, тут шаурмешка, еще гостишки немножко. А вот тут уже шлагбаум. То есть, да, здесь пошла уже береговая линия. Сделанная из дерева, такие красивые. Как они, три? Три, даже и сказки из какой-то. Напомните мне, я не помню сказок. Так, а тут все такое ржавенькое. Ну, надеюсь, подготовиться к сезону. Очень надеюсь. Так, отель Илиада. Во, греческое такое название. И вот мы с вами попадаем как раз к морю. Пойдемте сразу поздороваемся. Выпуск начнем именно с моря. С волнорезов. Смотрите, здесь какие волнорезы. Пляжей здесь нет. Только вот такие бетонные сооружения. У нас сегодня снова пасмурно. Не понимаю, что творится с погодой. Но, ребята, несмотря на то, что сегодня пасмурно, нет ветра и достаточно тепло. Я не скажу, что прям очень тепло. Но нормально, как бы. Рука не мерзнет, по крайней мере. Это уже очень-очень хорошо. Вот так это все выглядит с пирса. Да, люди, которые вот тут останавливаются, не очень, конечно, но вот в этом отеле прям неплохо. Пляжи очень узкие, но зато видно, что там прям такая песчаная история. Море сегодня, друзья, грязнючее. Вот прям как на краю с вами стоим. И спокойная. Когда же мы уже будем купаться, вообще непонятно. Потому что никак у нас не устаканится теплая погода. А здесь, я так понимаю, это вообще набережная. Я просто в этих краях первый раз гуляю вместе с вами и хочу посмотреть, как здесь все сделано для тех, кто приезжает на вокзал либо вообще ожидает поезд. Так как, судя по карте, если смотреть, то люди, которые приезжают, либо ждут, они сразу же могут там по переходу надземному спуститься и попасть вот как раз на вот эти пляжи. Мы с вами сейчас так и сделаем. Пройдем на пляж. Посмотрим на волны. Единственное, что нам сейчас с вами везет, это то, что не идет дождик, не идет эта морость. У нас такое все в тумане. И пока я ехал, шел дождик, вот подъехал и нет. Вот нам повезло. Вот видите, какой песочек тут? Да, по кайфу. Вот эти вот адлерские пляжи мне, конечно, нравятся тем, что здесь вот эта родная галька и местами вот такой песок. Видите, галька мелкая, по ней очень приятно ходить, не то что на ретинке. Всегда на это внимание обращаю. Тут такие ступеньки и бетонный блок от волны. Если бы, конечно, не эти бетонные блоки, мне кажется, вот эти отели, их бы просто чертям бы посносило уже. И еще один волнорез. Очень круто сделаны вот эти большие волнорезы, разрисованные граффити на пляже Куба. Посмотрите выпуск, я ссылочку оставлю. Посмотрите, как сделано там. А здесь, получается, они просто такие пошарпанные все, некрасивые. Вот такой выход на набережную. Пройдем с вами на волнорез. Так, тут какой-то крюк. Непонятно для чего. Опа, это что такое непонятно. Вот такая у нас, друзья, погода. Посмотрите, вон там вот уходит Адлер, его вообще весь в тумане, его просто не видно. Там впереди Турция, и видно, что там у них светит солнышко. Абхазия, ну понятно, мы не на той стороне, ее вообще не видно. Я надеюсь, нас не бахнет волной. Видите, как он весь обломанный, переломанный уже волнорез. А вот и волна идет, и она может нас, кстати, накрыть. Не будем идти дальше, потому что здесь уже волнорез в одрослях, и он очень-очень скользкий. Дно не видно вообще. Так. А вот это уже, я так понимаю, на первой, да, получается, береговой линии, это именно стоят такие гостевые домики. Они закрыты. Они, конечно, не лухари, но ценность, да, я всегда про это говорю, просто бомбическая. То есть до моря идти вообще не надо. Вот у вас, получается, входные двери, вы просто вышли, и все, вот он у вас пляж. Так, мы с вами попробуем сейчас здесь еще пройтись. Ну, а сама набережная, что, брусчаточка, лавочки. Вот, и тут, соответственно, такие зоны, можно просто посидеть на вот этих бетонных ступеньках. Летом, не знаю, как летом сюда доходит волна, ставят здесь лежаки, напишите в комментах. Я хочу посмотреть, но это же прям песок. Смотрите. Это, друзья, прям песочек. Это уже не та прям мелкая-мелкая галька, как я иногда вам показываю, а это уже прям песок. Так, двигаемся с вами дальше. Да, здесь людей вообще нету. Вот нам, сколько нам встретились, там человек пять встретились, вот здесь еще встречаются два человека. Ребеночек, видимо, бабушка с ним. Бабушка, респект, молодец. Так. Вот так все выглядит. Набережная. И вот мы и снова сейчас будем с вами подниматься. Вот еще один волнорез. И ничего не работает. Все вот так вот пока заколочено досками. А за досками я уже увидел настилы. Такая триколор вообще просто ржавущая все. Да. Я хочу вот так вот даже с вами подняться. Покажу, как выглядит. Ну вот видите, получается, вот это вход в номера. Конечно, я не знаю, если здесь ходит много людей, то, конечно, на первом этаже не совсем комфортно будет. Все явно будут заглядывать, смотреть, посмотрите, какие все ржавые кондиционеры. Вопрос один. Интересно, они работают? А вот про что я говорил вам, да, вот либо люди приехали и пришли сразу к морю, либо люди ожидают своего поезда и пошли к морюшку. Ну разве это не таково? Так, а вот как один из лайфхаков, как можно сделать забор у себя дома. Посмотрите, он просто сделан из гальки. Смотрится великолепно. Вот отсюда вот так вот покажу вам. Смотрите, как классно. Так, и вот еще один вход на пляж. Здесь вот пляж, кстати, уже пошире. Согласны? Смотрите, вот относительно того вот здесь ширина и там, он прям узенький. А тут? Тут прям хорошо. Так, все заколочено, закрыто, точнее, да, пока ролетами. Здесь закрыты ролеты наполовину. Возможно, там отдыхают. Мусорка тут отсутствует. Прикольно. А там вообще вон волнорез, он просто либо он обвалился, что я в принципе думаю, это так и есть, что из-за рельефа дна он просто ушел вниз. Но я думаю, вряд ли так бы строили. Так, и вот мы с вами попадаем как раз на, если ее можно назвать, на площадь перед ЖД вокзалом. Вот он, сам вокзал. Мы, кстати, тоже немножко снимали вокзал. Можете посмотреть выпуски, когда мы ездили в Москву на поезде на двухэтажном, посмотрите, выпуск получился огненный, бомбический, набрал прям классно просмотров, получился очень полезный. И вот как раз я вам говорил про переход вот самого вокзала. Вот он идет такой переход змейкой какой-то. Вот. И вы сразу получается вот сюда спускаетесь и попадаете на пляж. Слушайте, ну какой вокзал может похвастаться такой крутизной? Вот люди просто ожидают поезд и перед тем, как отправиться дальше в путь, можно еще раз прийти на море. Шкод, получается, есть вход на вокзал снизу, а можно подняться тут вот по вот этим вот лабиринтам табличка. Вот видите, вход в вокзал. Вот. И, соответственно, попасть в вокзал. Тут такая парковка. Здесь у нас такая большая. Так, вот смотрите, указатель автобус, вокзал Адлеры и вон там еще одни автобусы. Сам по себе вокзал, ребята, бомбический. Сделан очень современно. Ну, понятно, да, его отгрохали перед Олимпиадой. Старый вокзал-то, по-моему, он не функционирует. Если функционирует, то поправьте, конечно, в комментариях. Сразу здесь, если вы налегке, очень много самокатного шеринга, велошеринга, можете взять и отправиться куда хотите, парковок сейчас, где можно парковать самокаты и велики, их огромное количество. Как взять самокат на прокат, я тоже снял выпуск, получился достаточно дельный, ссылочку я оставлю под видео, тоже просто клацните и посмотрите. Очень спокойно, ребята, потому что погода не очень. Почему-то вот апрель, уже почти к середине апреля мы подошли, 10 апреля, друзья, а погода нас не радует. У нас буквально несколько дней была погода, ну как несколько дней, два дня у нас стояла летняя погода, 25 градусов. В эту погоду мы отправились в горы, два дня провели в горах, посмотрите выпуски, очень получилось классно. И вот сейчас мы с вами попробуем вот по такой ржавенькой лесенке посмотреть, как на пляже. Давайте поднимемся. Надеюсь, все это сделают к лету, плиточку обновят, покрасят. Вот. И тут вот такой вот пляж. Давайте немножко походим по пляжу. Людей, друзья, вообще нет. Ну вот от слова вот прям совсем посмотрите, мы сейчас с вами единственные на пляже. Ух ты. Очень нравится мне эта лестница. Знаете, почему? Какая-то труба. Потому что она сделана из гальки. Видимо, цемент, да, кто там разбирается в строительстве, и просто морская галька. Ха-ха, классно. И что касается вот снова волнорезов, если бы каждый волнорез бы разрисовывали, дали бы возможность срисовать красивым графиком, вот как на пляже Куба. Смотрелись бы эти волнорезы гораздо-гораздо симпатичней, а не просто вот эти вот надписи ужасные. Давайте перебираться на другой пляж. И тут можно увидеть, друзья, что мы снова с вами пройдемся одни. Ой, какой там интересный подъем. Сейчас поближе подойдем, посмотрим. А давайте прогуляемся на волнорез. Слушайте, я хочу сказать, что вокзал сам по себе классный. Еще и тот момент, что вы просто в ожидании поезда либо сразу по приезду можете спуститься к морюшку, поздороваться либо сказать до свидания. Это круто. Ну вот мы стоим с вами на волнорезе. А вот он вокзал. Разве это не классно, друзья? По мне так вот прям неподалеку от вокзала есть аэропорт. Вот летит на посадку самолет. Да, смотрится очень и очень классно. Напомню, это муниципальные пляжи. Волнорез мы, кстати, не дошли. Вот видите, разлом. Я думаю, что это разламываются они так. Водоросли. Опа. Прямо на самый край идем. Ой-ой-ой, волна. Так, ладно, не будем рисковать, пойдем, а то выпуск сразу подойдет у нас с вами к концу. Так, мне, конечно, очень интересно, что здесь за такие подъемы, так называемые спуски на пляж либо выходы с пляжа. Но то, что, ребята, мы сейчас с вами здесь вообще одни, вообще никого. Вот просто можно кричать, но вон там только люди виднеются, а по правую руку вообще нет никого. Неужели здесь так же пусто и летом? Ну, судя по следам, совсем недавно здесь играли ребятишки, даже волна еще не прибила всю эту историю. А вот про что я вам говорил. Очень интересный сделан подъем с пляжем. вы просто так поднимаетесь без какого-то ограждения. Попадаете в такое профлисты, здесь ведется стройка. Так, там у нас вокзал, а там у нас что-то еще. Сейчас надо попробовать отсюда сейчас спрыгнуть нам аккуратно. Отлично. Я вот думал, что там детки играют, а это оказывается не детки, это вот что-то, что там делают? Песок, наверное, набирают? А, ну да, видите? Кучки какие-то, не знаю для чего. Что-то он здесь какие-то траншейки прокопал, видимо, тоже каким-то боком готовится здесь все к сезону. Так, а вот еще такой подъем, вот так он выглядит. Так, давайте посмотрим, что здесь за табличка. Уважаемые граждане, опасный запрет на территории на учебе его полосы отсутствует матроса, спасатель, медицинский персонал, спасатель. Вот, вот так вот видите? но судя по табличке она вообще свежая, недавно поставили. Конечно, люди пьют кофе и здесь же срут. Блин, не делайте. Так, ребята, выбирайте за собой мусор. Так, в общем, этот мужчина, он, видимо, по всему берегу прошелся, накопал каких-то ямок, непонятно для чего, видите, тут они тоже присутствуют. А здесь мы сами попадаем на такую большую парковку. Сейчас я с вам покажу, просто мне это уже как бы видно. Так, о, как слушайте, а здесь-то вообще песочек, прям, посмотрите, как здорово. Здесь, правда, у нас заканчиваются вот эти вот ступеньки, как обратно, я не знаю, подойти, видите, хлопс, и все закончилось. Дальше снова идут волнорезы, но здесь ближайшего подъема на набережную нету. Классно, мне очень нравится, что пляжи вообще песочные, посмотрите, как круто. Еще один идет самолет на посадку, а мы должны с вами вот сюда вот подняться. Сейчас попробую я это сделать. Ну вот походу как-то так и надо летом будет залазить и спускаться. Так, друзья, вот здесь смотрите, вот такая большая парковка. Она находится получается вот прям за вокзалом. Видимо, здесь можно запарковаться, отправиться куда-то в путешествие на поезде. Вижу, что здесь есть автодома. Раз автодом, есть прицеп автодом. И по российским, конечно, традициям вот так вот нелепо заканчивается набережная. Просто вот так хлопс и даже ступеньки ведут вообще вот в никуда. Вот, друзья, такая атмосфера вот так вот встречает и провожает Адлер своих гостей. По мне, так это очень классно, что вокзал не где-то сделан там, а прям у берега моря. Прямо перед самим поездом вы можете быстро искупаться и отправиться в путь дальше. Ну, здесь пляж, смотрите, чистый песок вообще. Ну, великолепно же, как вы думаете, как вы считаете? Вся береговая линия усыпана волнорезами. Так, смотрите, здесь такой отлом произошел. Дальше стена вот такая. и нету вообще никаких спусков, чтобы спуститься. То есть, я думаю так, что летом вот эти пляжи раз, два, три, четыре, они самые кайфовые, потому что, чтобы сюда спуститься, нужно либо спрыгнуть с этой высоты, либо спуститься аж там и пройти, 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 либо вон там спуститься и сюда идти. То есть, вот эти пляжи несколько, они прям вообще кайфовые будут. Я очень давно хотел вам показать окрестности вокзала Адлера, показать, как встречает и провожает своих туристов этот замечательный уголочек России. Показал, я надеюсь, вам выпуск понравился. Подкрепите его лайком и, конечно же, репостом. Именно репосты помогают очень сильно в развитии канала. Я с вами прощаюсь, до новых выпусков и увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!